всем привет с вами ванок и мы вновь играем в media evil engineers в прошлый раз мы сделали такой обзорный видеоролик по данной игре касающийся общего знакомства такого на эти первый взгляд как я обычно люблю то есть не особо вдаваясь подробности попытавшись разобраться во всем самостоятельно сегодня же мы будем более уже тематично расскажу я вам уже поподробнее о данной игре именно на основе того что я успел узнать но конечно все равно это будет еще не настолько подробное знакомство хотя бы потому что на самом деле честно скажу вам что игрушка пока что еще не настолько хорошо доработана как хотелось бы причин здесь несколько одна из них касается само все строительство дело в том что многие элементы еще пока что не очень хорошо проработана почему-то не везде ставятся те блоки которые вообще-то должны ставиться попросту они не на том месте не из той позиции то есть как не коряешься все равно не получается нормально их в итоге построить а во-вторых дело в том что физика в игре несмотря на то что я ее хвалил в прошлый раз еще пока что не настолько хороша еще есть баги у нее в том числе в плане работы механизмов я в итоге пришел к выводу что механизмы пока что крайне тяжело а то и вовсе невозможно строить с включенной вот самой физикой точнее как физик она в общем-то в игре в любом случае есть но есть такое понятие как взаимодействие силы тяжести вот именно эту силу тяжести мы отключаем интегрити который я показывал в прошлый раз и после этого более-менее можно что-то конструировать что касается включения то опции то оно интересно скорее от имя для красивого разрушения чего-либо кстати вот эта башень которая сейчас находится очень в плачевом состоянии на самом деле строилась мой именно с целью чтобы она была как-то более-менее в итоговом виде при при виде на шпе мог расстрелять но в процессе строительстве столкнулся с рядом каких-то странных недоработок что в итоге привел тому что я при попытке всунуть элемент очередной его попросту разломал вот она мне вся развалилась плюс еще когда загрузил этот мир она еще больше развалилась ну я уж даже не знаю как бы хорошо-то или плохо но вот видите сейчас вот у меня сейчас такой очень неподобающий я сказал вид у замка хотя за можно даже сказать что немножечко так аутентично кого-то действительно обстрелировали а я вот там сейчас покажу мою конструкцию которую я собрал в итоге это вот как раз катапульта моя на основании тех вещей которые я как бы прочитал в туториалах посмотрел некоторые вьюшки в общем-то теперь готов вам продемонстрировать первый механизм а зато сейчас по ходу дела мы немножечко углубимся в эту тему и посмотрим что еще можно сделать я тут еще накачал несколько блюпринтов и о них я расскажу чуть позже а пока что давайте попробуем нашу катапульту зарядить из нее наконец-то выстрелить собственно кстати насчет круче я тоже разобрался тут можно крутить так зажатым шифтом да вот зажатым шифтом у нас все крутится нормально катапульта натянулась теперь мы должны пойти повыше как видите такую пристройку сделал взять наш шар ядро переключиться в режим свободного втыкания уж как я не знаю правильно назвать этот именно защиту именно за этого режима собственно у меня в итоге был и поломан вот это тема и моя башенка вот сейчас надо еще этот нормально так сейчас попытка номер какая там это не так просто как кажется раньше на самом деле у меня получалось лучше вот лично с одного раза у меня получилось все и вроде даже ничего не поломал самой катапульта чтоб могло запросто случиться в реале данной игре так теперь мы перемещаемся опять в обычный режим что нам теперь нужно сделать нам нужно эту веревочку отрубить делается это элементарно за счет кнопки действия бац полетел отлично по один шар мы загнали в нашу стенку как видите пробили дырку но так как у меня сейчас отключена это сама пресловутая интегрити то есть все стенка даже бы если мы очень постарались об не разрушилась но тем не менее плен дырку пробили результат есть снял отмет толстая поэтому даже насквозь не пробила хотя вроде как сказал был достаточно хороший я честно пока еще не разорвался в баллистике как следует на самом деле тут есть очень интересных несколько моментов касающиеся того как можно лучше траекторию полета снаряда сделать и так далее но ко всему прочему она здесь не постоянно то есть у нас в один момент может при одном запуске шар может полететь в одну сторону при другом запуске немножко в другой это надо учитывать так давайте крутим еще раз натянем я вам покажу может быть он полетит в ту же место может быть не в ту при одном из тестов запусков у меня вообще он улетел выше этой стены так заряжать не будем сейчас тут выделываться зарядим той же позиции так отлично эти тут сразу другой подход к делу и попробую еще раз выстрелить ну видите немножко выше полетел все равно в итоге стенку мы туда ломали ну по моему давайте ради интереса попробуем еще третий раз выстрелить так сказать для окончательного закрепления наши с вами сегодняшней стрельбы а пока что я так еще дополнительно прокомментирую игру не скажу честно что да игра мне на самом деле понравилось но вот эти самые баги учитывая что в общем-то это первая версия и они были бы неминуемы они несколько портят впечатление за счет того что все все таки немножко ограничивает это текущий момент возможности для нашего с вами творчества творчество как известно в такой таких играх это самая главная вещь потому что без 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 фактически ничего и в игре не останется творчество это как раз та вещь которая является основополагающим элементом игры которая нам позволяет собственно оставаться не надолго не уставать первые минуты игры и в общем-то если бы мы поставили цель описать вообще суть данной игры то наверно вы сказали что это как раз и игра в которой нужно именно что-то придумывать интересное строить и конструировать я как бы об этом уже говорил в мыслях об игре и в общем-то моя в данном случае идея не поменялась и я могу сказать что конечно разработчикам нужно в первую очередь сейчас исправить эти баги как-то доработать доработать физику чтобы более-менее нормальный результат получить так это я не то что-то включил ты я на респаун отправился я хотел хотел и нет сейчас где-то я пойти а вот нет или не то или не то ты скриншот снял я их запутался так где-то там была кнопка который естественно сразу потерял касай касалась она как раз от этих чертежей которые я накачал несколько давайте снова немножко подурачимся не и найдем это в настройках где а в 10 я живу прожимал нет а нет я видимо пропустил от меня есть несколько заготовочек как конкретно три давайте по очереди посмотрим это делаю другие игроки это делал не я это сказать и воспользуюсь наработками других людей а сам уже сейчас построю если кто помнит в мое видео по инженерам и космическим то я примерно тоже самое делал но куда-то полетела но не сразу так во-первых игра стала дико лагать сразу видимо я что-то не так вставил как бы сам механизм он живой но я так сейчас попросту не смогу играть если он будет так дико лагать где нужно было вставлять немножко по-другому самое главное сейчас не сделаю отмены никакую я вот как раз что я не так и не нашел с момента прошлого видео что как раз на что я сетовался это как раз та вещь касающиеся удаление уже вставленного именно отмена вставки и удаление вот этих самых осколков которые в большом количестве создаются этот момент я не видео не нашел не в игре и так и понимаю что в общем-то его и пока что и нет он не реализовывал вот в лендмарк я играл я люблю постоянно вспоминать хотя на самом деле в последнее время я в него не играю вообще но тем не менее там был очень удобная вещь касающаяся именно того что можно было все вставлено легко отменить в чем несколько шагов назад можно было сделать да и вообще за этом плане все гораздо было лучше реализовано и и скажу честно это было очень приятно ну здесь пока что альфа она есть альфа на заботе пока что не делали никаких патчей по крайней мере на момент записи от этого видео сейчас мы будем умней и ставим в воздух вот так воздух он не дает доставить ну тогда вот так дружок давай ты не разваливаешься не разваливается вроде так его на всякий случай не буду на эту платформу наступать попробую посмотреть вообще как это гильотина реализовано сначала и облетим ну вот как бы вот сюда я так понимаю кладется чайнивый голова единственное что непонятно о чем это даже делать так в одну сторону крутили другую сторону покрутили полагали так что то мы не то сделали мы тут веревку установили интересная концепция по идее она вообще должна работать ее же не просто так запостили или же это чисто это декоративная вещь как бы без какого-то результата есть еще одна такая теория но пока что я не могу озвучить точнее проверить и может быть пока что blue screen у вас есть самые присалутые без веревок не вставляются и тогда в общем то конструкция в общем то конструкция соответственно у нас становится не работоспособны значит ну ну я как бы тут чего то что можно задействовать не вижу что могло бы нам помочь данная ситуация как как бы столько вот эти попробовать попробовать убрать тут а может быть кстати как вариант это я вот забыл уже я же отключил тот саму интегрити то есть может быть она вообще не работает без этого интегрити ну в общем да вот видите такая вещь достаточно неоднозначная вот есть еще раз ворота не факт кстати что они сами заработают но я надеюсь что тут нас больше будет результатов ожидать так ну давайте вот сюда что ли вставим тебя а ты так не хочешь да ну вот хорошо вот так тогда так что у нас тут за концепция так концепция все тех же каких-то непонятных опускающихся элементов которые вроде как где-то должны приводиться чем-то но я вижу пока что тоже лютат те же опускающиеся вещи но вообще на самом деле вот вот петли то есть мы да спасибо не надо чем-то мне это сделал вообще вот наверное вот так надо сделать подключить вручную и тогда они по идее должны будет ворота эти сами опускаться да давайте посмотрим так вообще что-то заедает и не хочет крутиться может я лишнюю веревку поставил хотя вот так все равно не хочет почему-то заедает что-то она вообще по-моему наберто заела крутиться не хочет сейчас хочет а сейчас не хочет ну-ка что-то какая-то странная в них концепция хотя в общем то вот идея я так понимаю вот она да как она же на работу работать она уже на вот так то есть вот она опускается поднимается в общем то странно видимо то ли я что-то не понимаю то ли система не доработала давайте последнюю третью построим может она заработает но еще на самом деле строить тут можно много чего в том числе эти при словуты различные конструкции, различные катапульты. По-моему, да, веревки попросту это не копируются при вот этих самых чертежах. То есть, тут явно такая веревка должна быть. Давайте даже посмотрим. Вот она натягивается. Все прекрасно, работает. Ну, в общем-то, система, ну, за исключением, что тут он получше натягивается, почему-то у меня такая фигня не сработала, почему-то вот максимум натяжения какое. Может быть, то, что рычаг у меня короткий, может быть, я что-то не так сделал. Тут, видите, лучше натягивается, но с другой стороны, в общем-то, эффект тот же. Единственное, что она на колесике. Кстати, вот я подумал еще до видео, в принципе, можно попробовать сделать какую-то самоходную вещицу. Вот сейчас мы, наверное, этим займемся, только вот тестовый выстрел сделаем, посмотрим. Баллистические характеристики данной фигни. Ну, баллистические характеристики я, но получше мы у нас перебросили шар в итоге, что у меня так и не получилось. Он тут у нас, смотрите, как хорошо врезался, в стенку попал. Такой волейбольчик получился своеобразный. Ну и вот, в принципе, на самом деле, кроме как катапульта, у нас ничего пока что не заработало, поэтому давайте, наверное, я немножко исправлюсь и попробую что-нибудь все-таки самостоятельно сконструировать, чтобы оно как-то более логично, что ли, работало. Для этого, во-первых, сейчас надо будет подготовить территорию. Ну, давайте, наверное, ограничимся такой небольшим колочком земли выровненным и попробуем что-нибудь сейчас сконструировать именно самоездящую какую-нибудь повозочку. Я пока, честно говоря, не представляю, что тут надо нам сделать. Есть только общая идея, концепция. Так, лог, качбокс нам не нужен. Вот есть, кстати, мельницу можно сделать. Она, по идее, будет крутиться. Мы даже сейчас попробуем ее тоже сделать. Так. И вроде бы все, что нам сейчас нужно, я вроде как взял. Ну да, те, они интересы, даже я вам сначала мельницу покажу. А потом уже будем сконструировать вот эту нашу самодвижущуюся повозку. Собственно, концепция строительства поворотных элементов мне уже знакома. Я хоть это теперь более-менее нормально знаю. В прошлый раз вы помните, я немножко зуд упил. Ага, вот у нас уже даже она начала крутиться. Перевесил. Так, ну и на эту сторону. Вот что, не хватает, кстати, именно в плане строительства, так это возможности зафиксировать как, то есть не просто сделать режим, что без... Эээ, эээ, хорошо, да, я придумал. Выше, она аж не достаёт по высоте. Так вот, возможность ещё, ко всему прочему, сделать так, чтобы наши вот эти пресловутые элементы вообще не двигались. Мне кажется, это было бы очень полезная вещь. Потому что... Так, нет, стоп. Уйди. Так. Потому что, опять же, в целях именно вот этого креатива, я думаю, это было бы очень классно. Вроде нормально, да, крутится, никаких косяков не наблюдается. Так, ну, попробуем ради интереса её построить так. В одну сторону, если я ничего, конечно, не путаю, вроде как тут у нас всё правильно, да? а может, что-то неправильно. Вообще, скажу честно, я не проверял, будет ли вообще работать эта такая мельница. Так, вроде вот эту нужно поменять местами. я как бы видел просто, что кто-то что-то делал, а вот направление, направление надо поменять, вот вроде вот так. мы, соответственно, вот эту последнюю, вроде после этого у нас все они будут смотреть в одну сторону. Ну, как-то что-то, то ли я запутался, то ли работать она не хочет. правда, не знаю, зачем я вот такую еще опору сделал, толку от нее. Ну, в общем, венец, примерно, так, так должно выглядеть, а вот является ли она рабочей или нет, тут уже, знаете, вопрос конический. Давай, разваливайся. Чик, еще застрял. Ладно, я хотел чуть-чуть другое вещь сделать, это так был, тест, знаете, случайный. С удалением тут, конечно, тоже делал швах, он еще по всему прочим развалилась, поэтому, допустим, вот эти ветряки, они перестали являться активными для удаления. Наверное, у меня тут бешено кликает мышка на видео будет, это я даже не смогу толком вырезать. Ну, ладно, не страшно. Будет предупреждение для тех, кто любит свою мышку и боится ее сломать. Не играйте в эту игру. А мы давайте все-таки попробуем сделать какую-нибудь повозочку. Давайте вот сюда одно из колес. Почему нужно делать это все желательно очень именно на ровно поверхности, потому что иначе у нас будут перепады, а перепады это плохо. Я опять не в ту сторону даем и перепады в итоге создадут у нас эффект очень неприятный, когда попросту мы не сможем ничего строить. Просто у нас будет одно колесо на одном уровне, другое на другом. Как раз касательно того момента, что нельзя заморозить нужную нам вещь. Так, как бы нам вот, да? И чё? Ну вот я же построил, не? То есть ты меня так не дашь, да? Ну допустим, я же хитрый, наверное. А может не хитрый? Чё нам нужно? А чё? Дурак от вот отсюда? Сюда мы вставляем нашу заготовочку. Чё то она не хочет вставляться мне вот так выше. О, захотела. Всё, и покрутил, и всё сработало. Тут у нас она вроде подключена. Да, подключена. Соответственно, нам больше не нужно, главное лишнее ничего не удалить. Вот. Соответственно, сюда у нас и вот о чём я, кстати, и говорил. То есть как бы кстати, колесо у меня так крутиться и не будет. Чё-то я какую-то ерунду сделал. Колесо то нам шапк крутилось. Нам нужно аж чтоб она ровно вот сюда вставала. А она сам так не хочет. То есть прям сюда вставляться у нас не-не. вот так если надо концепцию поменять. Ну блин-то вам можно сделать на опорах сначала. Чё я мучаюсь? Вот сначала опоры выставляем, в которых она будет первоначально стоять, а потом эти опоры просто уберём. Нам нужно вот сюда вот так. Во. Видите, как я классно придумал. Единственное, что так, да? Тесно сюда мы вставляем. Почему она не хочет у меня никак вставляться вот именно в этот паз? Кто объяснит мне? Вот я хочу вот так ровно поставить её, чтобы она вставилась вот этой сюда. Она мне это делать никак не даёт. Ну хорошо, я попробую тогда вот так. Ага. А нет, не ага. Вот. Вроде как победил систему я. И вроде как теперь должно у меня всё заработать. кручение моё. Вот да. Отлично. И сейчас соответственно мы вот когда протянем вот сюда мы узнаем, что мы промазали. Отлично. Эпик фейл ещё один. покрутил я её зря, конечно. Так, где у меня это? Вот тогда. Может выровняем? Удастся выровнять. хотя бы так. В общем-то разницы никакой нет, если так разобраться. Всё оно у нас вот. Во. Отлично. Давайте в качестве эксперимента попробовать какой-то противовес сделать. По идее сейчас она должна вот крутиться. Отлично. в общем-то этот противовес у нас сейчас только надо посчитать. Раз, два, три, четыре, пять. В эту сторону раз, два, три, четыре. Ещё один. Так, вот, зафиксировалось. Отлично. Не зафиксировалось. Ну ладно, сейчас мы это дело подправим хоть ещё одним противовесом. что по логике вещей даст нам возможность это дело выровнять. Правда не очень ровно? А может и ровно. Ну почти ровно будем считать. Теперь наша задача сейчас в эту же сторону построить вниз. Чтобы она нормальная можно было выровнять. отлично. такая очень, схема сложная. Может быть даже зря сразу не построил такой какой-то противовес, начал крутить. по логике еще если мы сейчас один кубик вниз воткнем, то у нас он после того, вернется вернется назад вниз это будет очень проблематично так как но клипа здесь нет. а вот так можно на самом деле вот то, что вы сейчас видите тут как раз реально как бы процесс строительства то есть как со всеми геморроями вот отлично ровно не зря я тут землю выравнивал у тебя нет какая-то фигня почему-то потому что у меня не не блин еще одно что мне не хватает или я все-таки не на ровно поверсить по-моему он на ровно и по-моему ты сейчас должен все-таки этот кубик воткнуть пресловутый и он после этого выровняется ааа он отлетает все я понял почему у меня такая ерунда он пока я вот толкаю он меня видите ломается я слишком резко толкаю все так сказать сам дурак давайте мы сделаем это аккуратней вроде не сломался да но при этом все равно как-то неровно в общем ужас ужас на самом деле если так разбираться потому что ну очень сложно сложно в этой игре строить и кстати по этому поводу уже многие игроки успели нажаловаться потому что ну если честно да вот как бы такие вещи они немножечко раздражают как я сказал как раз пресловутый креатив 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 вроде как должен способствовать творчеству игроков а он наоборот мешает нам я сейчас честно говоря не уверен что я смогу что-то сделать то что он по-моему все равно неровно стоит ладно давайте попробуем в крайнем случае может быть это будет не так критично для нас так только тут надо не удалять чуть не лоханулся а наоборот добавлять вот опять пресловутый вещь касающийся как бы нам нормально вставить тоже вот вроде бы в чем проблема сделать эту фигню как то чтобы она могла а я ведь уже промазываю уже все испортил вот если бы она сейчас оставлялась вот эта крутящаяся вещь в пас именно вот в этой то есть не куда-то там на на пись а вот так раз прямо вставилось то вообще проблем никаких не было у меня сейчас как бы не нужно было мучиться и чего а так как она не вставляется приходится геморроиться и вот собственно из-за этого и рождается вот эти все проблемы дурацкие то есть игрушка очень пока что недоработанная и все таки я надеюсь что же заводчики это делают патчами и ближайшие имеют хотя базис то что ну нет не делай это все таки не делай так строить по-моему промазал да на 1 видите она еще и не хочет соединяться спиритой да признавать сейчас нафейдл и ты уже никак не исправишь потому что как повернуть я честно говоря даже не представляю на данный момент все что я могу сейчас сделать это отпустить ее вольное плавание и показать вам как она красиво катается по земле само по себе ну как бы катается тоже конечно хорошо но хотелось бы чего-то большего да честно я еще раз повторюсь не знаю как такие вещи исправлять потому что проблема даже не в том что я криворокий хотя не без этого и как бы даже не буду исключать того момента что на самом деле видео получилось даже немножко странноватым именно за счет того что многие вещи которые я бы хотел сделать показать вам в итоге оказались не доработными не работоспособными при тестировании и даже зачем это показывается с одной стороны с другой стороны на самом деле сейчас повторюсь я люблю говорить точнее показывать живой игровой процесс то есть как он в игре реализован то есть без всяких прикрас и как будто этот элемент в общем-то в моей скажем в моем творчестве он может быть свидетельствует даже наоборот с положительной точки зрения что я не пытаюсь в данном случае что-либо скрывать то есть приупрашивать игру какая она есть такое вы сейчас у меня и наблюдаете и в принципе на самом деле я наверное все-таки постараюсь дождаться патча который хоть что-то исправит чтобы у нас в итоге игрушка была показана на моем канале более серьезной точки зрения то есть то действительно интересно можно построить бубух весел то есть видите такие деревяшки они не ломаются они только друг с другом разлетаются так вот я в будущем все-таки дождусь этого самого пачка как я сказал и после этого мы уже сможем осмотреть как все-таки обваливается мы уже сможем эту игрушку более детально разобрать поиграть что-нибудь сконструировать нормально уже потому что все-таки в космических инженерах у меня получалось сконструировать значит в общем-то не все потеряно так что ждите следующих видеороликов я уже обещаю это буду более нормально рассказывать без этих своих глупостей подробных ну а с вами был Ванок спасибо за просмотр видео и всем удачи ну и так под конец ядро заполнил отлично удачи